По следам Ермака. Команда волжских казаков, следующая из Самары до Вагая, прибыла в Пермь. Участники намерены повторить путь атамана Ермака, которым он шел в конце 16 века. Это был сибирский поход, положивший начало освоению Сибири. Репортаж Екатерины Леоновой. Раз, еще разок, в разгоночку. Так началось большое путешествие с историческим уклоном. Участники казачьего похода отправились с дорогами атамана Ермака. Первый этап был водный. Отряд сплавлялся 200 километров по Волге на Стругах. Аналогичный в свое время использовал Ермак, когда выступил в сибирский поход. А второй этап конный, экстремальный и самый протяженный. 2000 километров от Самары до Вагая, место гибели Ермака. У нас отряд сводный. Он состоит из 25 конников, которые непосредственно на лошадях передвигаются. Идут только маршрутом населенные пункты. Это проселочные дороги, это леса. Получается так, что мы где-то даже и краем болот проходим. Полине всего 8 лет. Она самый младший член отряда. Но уже хорошо орудует шашкой и уверенно чувствует себя в седле. Этот поход для нее первое большое приключение. Я очень рада, что меня папа взял наконец-то в поход. Раньше, когда до похода, я не хотела ехать. А теперь, когда приехала, я даже не хочу отсюда езжать. В каждом городе, где останавливается, отряд встречается с населением. Приготовлены выступления. Пожалуй, самая яркая в программе – джигитовка. После нескольких дней похода под палящим солнцем отдых необходим не только людям, но и лошадям. На них вся основная нагрузка. Им необходимо отстояться в диняке, где их напоят, накормят и дадут отдохнуть. Мы больше боимся от лесного гнуса. Все же слепни. Вот для них это тяжело. А так они ничего не боятся. Ни техники, ни выстрелов, ни гудков, ни паровозов. Они обучены ко всему. Никогда не подводят. Умник, умник. Молодец. День отдыха, а после – другие города и села. Конечная точка маршрута – село Вагай в Тюменской области. Туда отряд планирует прибыть в конце этой недели. Екатерина Леонова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.